В целях широкого празднования в стране 9 мая Всенародного праздника Дня памяти и почестей, увековечивания памяти военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, внёсших достойный вклад в победу над фашизмом во Второй мировой войне, погибших при исполнении служебного долга в Года независимости, уважение ко всем ветеранам во всех городах и районах страны, в том числе и в Алмалыке, проводятся торжественные мероприятия под девизами «Немеркнущая память бессмертия народа» и «Внимание и забота человеческий долг». В эти дни представители хакимиата, городских предприятий и служб, в том числе отделы ЧАЭС, а также учащиеся школ и колледжи, студенты вузов, в эти дни чествуют участников Трудового фронта, проживающих в Алмалыке, тех, кто не жалея сил ковал победу в тылу. Благодаря им в годы войны наша республика превратилась в один из важных центров снабжения, который поставлял продукты питания, одежду, вооружение и другие средства, необходимые фронту. Участникам Трудового фронта со словами благодарности и добрых пожеланий вручали памятные подарки. Учащийся школ, внимая рассказам участников Трудового фронта о непростых годах войны, в ответ читали стихи и пели песни. О трудовом и военном подвиге жителей Узбекистана в годы Второй мировой войны шла и речь в ходе мероприятий, организованных активистами городского отделения Республиканского фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана Нурани. Во встречах поколений, прошедших 2 и 3 мая, принимали участие представители Хакимьята, фонда Соглома Влот, военнослушащие воинской части номер 99166, учащиеся школ номер 12, номер 4 и 19, дошкольной образовательной организации номер 5 и многие другие. Вторая мировая война. Для современного молодого поколения это кадры кинохроники и воспоминания ветеранов. Для того, чтобы в памяти народа жила история о подвигах солдат на полях сражений, о самоотверженности тружеников тыла, подрастающему поколению с самого юного возраста рассказывают о том ужасе, что пережили наши деды и прадеды в годы фашистской чумы. 8 мая съемочная группа телеканала ОКМК-ТВ побывала на торжественной линейке в средней общеобразовательной школе номер 16. В ходе мероприятия юные граждане нашей страны говорили о великой роли народа в победе над фашистскими войсками, о любви к родине, которую, не жалея жизни, отстояли солдаты. Которые воевали в те тяжелые годы Великой Отечественной войны. Минуты молчания почтили память тех, кто спас мир от фашистской чумы. В этот день в гостях учащихся школы побывали представители фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана Нураний и ветеранов боевых действий в Афганистане. Проведение подобных тематических мероприятий способствует воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, расширение у учащихся кругозора, представление о родной стране, ее истории, роль узбекского народа во Второй мировой войне, укрепление знаний ребят о государственном празднике, Дне памяти и почестей, воспитание в юношах и девушках, уважение к памяти воинов. За этими учащимися школ – будущее нашей великой страны, мирное небо которой отстояли ветераны Второй мировой. На радость нам всем, хорошо? Славсаламат Песня. Конечно.